Ну что, наконец-то настал тот момент, когда... Ух, настал тот момент. Всё, этим всё сказано. Карта на Гарри, и наконец-то за долгое время очень достойный соперник и очень достойная игра. Мои тренировки не проходят даром, я крепну, но, ребята, ещё очень, очень далеко мне до топ-1000. Очень долго там. Я знаю, ребята такие играют закалённые, у них очень хорошее понимание игры. Но, вы знаете, в последнее время я прям пропёрла меня. Поехали. Играю против Делийского Султаната. Так получилось. Я не виноват. Есть много водных ресурсов. Много глубоководной рыбы на центре. Ну и, конечно, Делийский Султанат, который имеет преимущество в начале игры. Пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас я объясню, в чём преимущество. Дело в том, что лодки рыбацкие у Делийского Султаната уже с самого начала умеют атаковать. И атакуют, я вам хочу сказать, очень неплохо. Сейчас мы посмотрим на характеристики. Ну а мне остаётся лишь подстраиваться. И надеяться, что я справлюсь с натиском Делийского Султаната. Но монголы держать удар умеют. И я вам это продемонстрирую. Что ж, пастбища оленей. Раз, два. Три. Четыре. Рядом олени застакались. Я, на самом деле, всё время по карте ищу их гораздо большее количество. Но вот не получается. Всего четыре пастбища. Не более. Есть реликвия раз. Реликвия два. Три. Четыре. Пять. Пять реликвий. И все в основном на стороне Делийского Султаната. Хочу обратить внимание. Да. В общем, Делийского Султаната явно здесь респаун лучше. Более того, у меня ещё очень толстая стенка. Как мне кажется. Вот. И... Да, наверное, всё. В целом всё достаточно симметрично. Не сказать, что здесь в чью-то пользу та или иная позиция. Но мне кажется, золото всё-таки в мою пользу на этой карте. Как видите, неоднозначно. Поехали. Мельница. Есть пристань у Делийского Султаната. Ну и давайте посмотрим на лодку. Рыбацкая лодка. Семь урона. Это луки. У рыбацкой лодки. Вот так вот. Вот так вот. Был шанс поймать здесь разведчика. Я упустил. Надо было сесть с ними. Естественно. В такой ситуации только так и делается. Блин, ну сейчас бы 4 овцы заработали бы. Ну ладно. Я тем временем поставил свою пристань. И почему-то взял копейщиков. Переволновался. Очень стремился как можно быстрее поставить пристань и отбить. Я думал, что противник пойдёт вот сюда. Вот в эту часть карты. А он пошёл в другую часть. Вот так вот. Так вот у него получилось. Не совсем я правильно сделал. Ну да ладно. Казарма так казарма. Давайте реализовывать казарму. Всех волков собрал. Всех просто. Вот на этой карте в самом начале я собрал всех волков. И посмотрите, что происходит. Просто дикий ужас. Лодки отгоняют моего хана. Мне приходится бить диких животных. Диких волков. Достали они меня своими... Голодные волки, видимо. Очень голодные. Ну и никогда себе не прощу этого разведчика. Блин. Вот надо было сесть. Сидеть. Отсутствие... Да. Отсутствие... Нормального количества овцы. Как видите, я не играл в два разведчика. Я сразу же стал делать... Крестьян. Поселенцев. Ну и стараюсь как-то добывать. Сразу же на дерево всех отправляю, чтобы ставить пристани. Если вдруг мне сейчас заблокируют... Позицию. Ещё одного волка подрезали. Ну и здесь не подойдёшь, к сожалению. Пытаюсь я атаковать позиции делийского султаната. Но понимаю, что, похоже, придётся воспользоваться альтернативными источниками водных ресурсов. И, конечно же, надо делать это как можно быстрее. Удаётся подрезать рабочего. Ну и поплыл. Поплыл уже делийский султанат. Атаковать мои рыбацкие лодки. Более того, делийский султанат атакует мою пристань. Ну вот, видите, пошёл-пошёл нажим. Пытаюсь поджечь удалиться в лодке, но не получается. Быстро восстанавливаются. По пять штук. Да, там по пять за раз восстанавливаются. Очень-очень быстро. Ну и без шансов пока. Без шансов. Единственное, я защищаюсь. Активно. Ну а делийский... Приспокойно себе развивается. Никто ему не мешает. Стараюсь, стараюсь поджигать. Ну и настало время. Очень много сил на это я трачу. Не нашёл я здесь водных ресурсов. Пошёл в другую сторону. Ну и параллельно другого поселенца отправляю на другую часть карты. Уже треть я у пристани снял. Заставляю делийского игрока постоянно-постоянно отвлекаться. Сам прячу рыбацкие лодки в пристань. Три рыбацкие лодки в пристань можно поместить. Ну и остаюсь я под прессингом. Тем временем Дэлиц не добывал... Глоток кофе, с вашего позволения. Не добывал мяса. Не добывал нормальные ресурсы. И 24 у меня. 22 у Дэлиц. На самом деле ситуация патовой по экономике. Я почему-то думал, что у Дэлиц всё будет хорошо. Но вот нехорошо. Потому что Дэлиц вынужден был атаковать мои рыбацкие лодки. Ой, как хан здесь страдает. Дэлиц на самом деле не добывает. Это тоже очень важно. Ну а я тем временем ставлю сразу же две пристани. Да, вперёд. Активная вырубка древесов. И перевожу... Перевожу поселенцев на золото. Пора. Пора переходить к технологии. Здесь ловится хан. Разведку я сделал. Решил посмотреть, что у него здесь происходит. И увидел стрельбище. Увидел стрельбище. Увидел, что ничего, в принципе, такого сверхъестественного. Да, купол веры поставлен. Будет стрельбище. Значит, соперник будет стараться играть через луки. А это, в свою очередь, мне говорит о том, что пора ставить конюшню. Вторая пристань. Это же третья пристань. Я тем временем стараюсь добывать. Не успевает мой соперник. Он просто стоит. Просто смотрит. Хотя ему и надо вручную атаковать. Всего четыре лодки у него добывают. Так же, как у меня. Ситуация абсолютно одинаковая. Одинаковая. Абсолютно. Абсолютно одинаковая ситуация. Но вот одну лодку, похоже, он поймает. Нет, я здесь высаживаю. Сажаю. Высаживаю. Ну и стоим пока. Теперь можно спокойно заказывать еще лодки. У меня очень много дерева. Только немножечко покушать дайте. И все будет хорошо. Ну и производство минуту. Вы видите, что немножко получше ситуация у меня. И тильткинг. Тильткинг. Старается. Блокирует. Он думает, что это единственное место добычи. Я ставлю заставу. Пора перекрыть позицию. Я все-таки решил уничтожить эту пристань. Для этого надо закрыться заставой. Ну и нападает разведчиком. На меня соперник. Ставлю конюшню. Пора. Пора. Мобильность моей армии. Да, надо защищаться. Надо защищаться. Сейчас две пристани. Я имею преимущество. В том плане, что у меня с двух пристаней гораздо быстрее. Где-то 20 лодок будет. Мне этого вполне хватит, чтобы нормально себя чувствовать. Здесь будет весь камень. Надо весь камень тратить во всадников. Ну и лодку потопил. По военным юнитам 1-2 счет. Ну и тильткинг имеет, конечно же, очень серьезное преимущество по еде. Лучше собирает еду. Молодец. А, здесь у него вообще все хорошо. У него ягоды есть. У далийского султаната очень быстро собираются ягоды. Ну и, как видите, у него есть альтернатива рыбе. Это ягодки. Вот так вот. Также есть лучники. Я не знаю, что он боится. Ничего ему не угрожает. Тяжело поджечь постройки. Далийскому султанату. Они, по-моему... А, нет, они не огнеупорные. Это у нас у этих... У аббасидов. У аббасидов огнеупорные постройки. Ну и ставят стенку. Соперник сейчас сюда будет поставлен на башню. Со спрингальдом. Будет тяжело. Соперник теперь пытается поджечь мои казармы. Ну и ранние всадники во всей красе. Вырубаю лес. Продолжаю вырубать лес. Параллельно подстраиваю поселенцев. Сорок три. Тридцать три. Я еще успеваю по экономике обходить соперника. Ну, естественно, за счет двух пристаней. Ну вот, пришли. Ищут, ищут добычу. Находят. Теперь прогоняем. Тем временем. Всего одно стрельбище. Мечеть. Две мечети у нас. У аббасидов одно стрельбище. Не знаю, почему так мало. Ну и прогоняю я поселенца. Не даю ему поставить. Тут самый Спрингальд. Подрезал. Можно сходить до базы, проверить, что там у соперника. Захожу, смотрю, что происходит. Конечно, ранних копейщиков мало. Копейщиков хотелось бы побольше. Тогда можно было бы поджечь. Но вот видите. Сильный урон. Десять по пехоте будет урон у нас. Потому что пять плюс пять. Ну и вот они, мои парни, которые молодцы. Защищаются. Поймали глупых лучников. Да-да-да. Вот так вам. Хотя лучники серьезный урон. Посмотрите, наносят три лучника. Разбросали четырех копейщиков практически. Вот так вот. Три на три. Три. Защитились. Ну теперь все под контролем. Армия Рохана. Здесь. Продолжаю строить я лодки. Ну и Олиные камни. Перехожу в технологии. Хотя соперник уже переходит в третью эпоху. Там защитника. В третью эпоху убежал у меня Тильткинг. 54 рабочих у меня. У Тильткинга 34. Здесь я конечно еще успеваю наяривать. И посмотрите. У меня древесов теперь есть на второй городской центр. С ума сойти. Бестолковая попытка меня развести. Нет, не получится. Я на самом деле считал, что я всю игру отстаю. А я-то на самом деле был впереди. Вот в чем. Понимаете суть? Я испугался. Перебздел как следует. Ну и теперь можно дать улучшение всадникам. Как видите, весь камень пришлось тратить в конницу. Ну и второй городской совет ставлю. Очень реактивная игра. У соперника 9. 11. 11 рабацких лодок. Ну и наконец-то 3 продакшена. Со стрельбищем и соперник идет захватывать святыню. План прост. Поставить донжон. Поставить Спрингальда на стену. Ну и отбивай вот эти святыни как хочешь. Как сможешь. Подойдут слоны. Будут все защищать. Очень сильная защита, я хочу сказать, у делийского султаната. Попробуй такую пробей. Ну вот они! Хамбургуда вы! А здесь-то так не получится. Легко взять и сделать. Хамбургуда! Получникам дополнительный урон. Ну и прогнали до базы. Стенка спасает. Ну и ставлю полный продакшен. Теперь самое главное выйти в третью эпоху и начать делать садников. Да! Можно. Можно заказывать степной лагерь. Пора! Ура! Турист! Очень стремительно выхожу и я, и соперник в технологии. Соперник, понятное дело, ему надо поставить донжон. Донжон у нас доступен. На секундочку. В третьей эпохе. То есть он уже может идти ставить. Но у него, у него, что-то у него, сейчас ресурсы, сейчас, есть у него на один донжон. Можно уже сюда ставить. Вот представляете, как быстро ставятся донжоны, быстро ставятся стенки и как это все долго выбивать. Слоны такте вообще не пустят. Я собираю, наконец-то, армию. Я готов ударить. Ну и опять, блядь, голодная година. Для делийского султаната. Даже овцу на базу не отгоняю. Ну и спокойно теперь можно забирать пристань. Вот она. Все. Сломали экономику частично. И одну лодку еще забрали до кучи. Занимает святыну у нас делийский султанат. Ну и боевой слон с башней. Закрывается, закрывается делийца. Причем мощными стенами. Пробивать такие можно только требуше. Пробить-то здесь будет очень тяжело. Еще, смотрите, здесь у нас золотая жила лежит. Чемделийскому султанату получится защититься. Второй боевой слон с башней. Ну что, первая святыня захвачена. Выбить я такое вряд ли пока смогу. Ставлю, быстро ставлю стрельбище. Не так много камня рядом с базой. Вот этот только вариант. Мало золота. Мало золота у меня все. Золото на передовой. Но я боюсь сюда идти. Видите, боюсь, потому что здесь... Здесь меня просто уничтожат. Вот эти парни придут и все. 37 урона у них там, по-моему. А, 30 урона бивня. Ну, идет ломать Делитс мне экономику в отместку. Мстит, мстит. Замечаю я, что сейчас в моей пристани настанет каюк. Ну и надо уводить все лодки. О, как быстро все ломается. Ну, попробую с ними сейчас повоевать. Не знаю, получится ли. Ну, пробуем. Нет, здесь тяжело воевать. Очень тяжело. Ой, как тяжело. Нет, лучше не стоит. Я сейчас положу всю эту пехоту. Всю эту конницу я сейчас положу. Поджигает мне еще одну лодку. Ломается вторая пристань. Теперь можно спокойно пристань вместо моей ставить свою. Вот вам и Делитс. Делитс одолел меня. Ну, а я готов. У меня есть воины с самострелом. Вперед. Ну и наконец-то конные копейщики. Ну что, попробуем, блин? Хабаргуда! Хабарбехалта! Да, самострелы рыба! Самострелы больно бьют! Один и второй легли. Все. Отдал два боевых слона мне. Соперник. Ну и где-то святыню он подобрал. А, вторую святыню он подобрал вот здесь. Вот он, две святыни уже забрал. Где-то у него первая. Сейчас посмотрим. Да, вот у него первая. И сейчас он вторую принесет. А где вторая-то, подождите. Нашел я его. Потеряли. Он, наверное, где-то стоит еще. А может уже и пришел. Что-то потерял я его с этой штукой. А может он принес эту первую? Подожди, а где еще у нас? Давайте поищем по карте. Их пять штук должно быть. Раз, два, три. Ну, остальное где? А, он здесь. Он ее держит для того, чтобы завербовать всю мою армию. Обращение. Да, есть такая штука. Три боевых слона. Ну, и достигнут предел численности. Домики, домики, рыба моя. Домики, строй. Доджон прикрывает фланг. Да, вот здесь его уже не пробьешь. Опять стрельбищ. Здесь можно было бы, конечно, спрингальд построить. Но, видите, уже все. Не успеваю. Просто не успеваю физически. Ставлю обо на новое место. Тут же пошли грейды. Причем двойные усовершенствованные. А, один усовершенствованный, извините. На второй денег не хватило. Ну, и ломает слон мне вторую позицию с пристанью. Я же, в свою очередь, вывожу крестьян, поселенцев, для того, чтобы восстановить пристань. Восстанавливаемся. Очередной разведчик погиб частью храбрых. На что он рассчитывал, я не знаю. Пристань ставит делиц. Восстанавливаемся мы параллельно. Все хорошо. Уводит поселенцев на золото делиц. Очень интересно. То есть забирает дальнее золото вместо ближнего. Очень хитрый, очень хитрый. Мои ресурсы поджирает свои, не трогает. Здесь у нас спрингальт будет. Башня на каменной стене. Нет, пока башня на каменной стене. Надо будет выбивать. У меня есть тяговый требушин. Ну и самое главное, у меня 10 разведчиков. 10 разведчиков, как мы и договаривались. Вот вам, пожалуйста. Вот он, этот апгрейд. Нет, все-таки есть у нас спрингальт. С трех выстрелов, видимо, будет. Выносить мои рыбацкие лодки. Там уже вариантов нету. Я просто на них забил. Там я не спасу их никаким образом. Туда тягивает требушин. Через всю карту тащить тяжело. Я вместо этого спокойно ломаю заставу. Надо было, конечно, да. Какой-то диверсионный отряд хотя бы сюда направить. Ну ладно. Не успевал, не успевал. Ну что, тяговый требушин есть. Пять штук. Можно идти в бой. Выбивать вот эту позицию, конечно, долго это все будет продолжаться. Ну ладно. У меня тем временем добыча глубоководной рыбы. Можно поплавковые сети, конечно, сделать. Но уже... Уже слишком долго. Делиец готовится к серьезной драке. У него очень много слонов. Семь слонов. Подходит еще подкрепление с самострелами. Не знаю, зачем я начал делать спрингальды. Мне кажется, это большая ошибка. Не надо было тратить ресурсы на спрингальды. Надо было делать просто бомбарды. Выходить в новую эпоху, делать бомбарды. Я усвоил этот урок. Ну и ломается первая стена. Первая стена поломана. Лодки мои также ломаются. Не успеваю их отводить. Видите, параллельно пытаюсь напрячь соперника. Ставится донжон. На 11-часовой святыне. Вот это ошибка делать такие спрингальды. Не надо их делать. Лучше б я инвестировал во что-нибудь другое деньги. Ресурсы. 45 воинов с самострелами. Это очень сильно. Ну и нападает здесь слон боевой. Встретить его нечем. Даже если были спрингальды. Спрингальды наносят там, по-моему, 30 урона. То есть я бы его ковырял очень долго. Единственное, что надо делать. Это как в фильме Матрица. Увидел агента, беги. Ну и ломают. Атака по слонам. Дорогу слонам султана. Ну и начинается заруба. Побежали, побежали. Ой, какие толстые слоны. Какие же они толстые. Очень быстро поломали мне воинов с самострелами. Параллельно я отдаю спрингальды в обмен. На слонов боевых. Да, здесь я просто пытаюсь сохранить вот этих ребят. Ну и параллельно вот они, копейщицы. Копейщицы, всадники. Ну, ломай их. Очень сильные слоны. Очень толстые. Все, зажали рыбу. Камбарго, да. Сабарбихал, да. Хорош. Лежат. Ну что ж, пора дальше. Тяговые требуши. Ломаем стену. Нападают слоны уже на мою базу. Надо идти отбиваться. Не ожидал я, конечно, такой прыти. Оставил в покое. Он правильно сделал. Не нужны эти казармы. Приоритетная цель сейчас это крестьяне. И как сильно он начинает моих крестьян валить. Я не знаю, что мне делать. То ли эту стенку ломать, то ли не ломать. Еще три буше. Надо возвращаться. Надо было возвращаться. Что ж я делаю? Я решил все-таки до конца доломать здесь позицию. Ломаю я также донжон. Ну и надо возвращаться. Да, надо возвращаться. Своими стрелками. Бойцами с самострелами. Очень много побил мне здесь крестьян соперник. Очень много. Вот то, что я, конечно, надо было возвращать этих бойцов с самострелами. Не сразу я сообразил. Но видите, здесь вабанк. Ломаю донжон. Удобно слонами сплетить. Безусловно. Ну и пора ломать донжон. Все. Ломаем донжон. Ломаем здесь крестьян в отмеску. Всего один боевой слон. Забрать его будет не проблема. Ну и наконец-то нахожу я свою добычу. Все. Бойцы с самострелами ломают здесь слонов. И ставить соперник донжон. Мало-мало-мало у него. То, что он мало ставил, мало строил здесь поселенцев. Это, конечно, существенно ослабляет его потенциал. Еще подходит боевой слон. Реакция. Да. Есть реакция. Ну и ломаем башню. Продолжаем. Требуше воюет. Моя задача выбить ему плацдарм. Выбью плацдарм, уберу рыбу. Уберу рыбу, не будет у него возможности сделать слонов. Слоны очень дорогие. Слоны дорогое удовольствие. Они стоят 400 на 600. 400 еды, 600 золота. Ну и почти достроен донжон. Не тут-то было. Ребята с самострелами свое дело знают. Справился я со слонами султана. Параллельно мои разведчики пошли в бой. Ну и все. Тяговые требуше ломают стенку. Дорогу слонам Салтана. Ну и добиваю остатки обороны. Ну что, сломал плацдарм я сопернику. Правильно сделал. Сломал я пристань. Соперник не добывает сейчас рыбу. И так же прогоняю от святыни соперника. Пора эти святыни нейтрализовать. Есть золото. Главное, что есть степной лагерь и золото. Остальное все наладится. Сломал мне один городской совет соперник. Неприятно, конечно. Здесь надо восстанавливать экономику. Поломанная база. Разрозненные войска. Командование неэффективное. Но по-прежнему мы в строю. Недостроенные требуше. Все прелести войны. Главное, что я поставил пристань. И она позволяет мне добывать рыбу. Добиваю я остатки. Зарабатываю тем самым себе еду. Скидываю святыню. Одну и вторую. Собирается сильная группировка. Войску соперника. Я думаю, что, наверное, одна из последних. Волн в этой атаке. Сдержал я все, что мог. Я перехожу в котор наступления. И посмотрите, что здесь происходит. Я просто копил их. Я просто их копил. Вот такую силу очень тяжело остановить. Потому что это набеги монголов. 45 всадников. Из них 42 конных копейщика. Параллельно парни мои доламывают. Все. Пошла атака. Я параллельно нападаю. Параллельно отбиваюсь. Ну и надо отводить. Надо отводить. Одних отвожу. Другими наступаю. Ну и теперь всеми в бой. Надо до конца. Надо до конца размениваться. Я понимаю, что надо размениваться. Все. Ну и забегаем. Забегаем на базу. Прямо забегаем. Разведчики докладывают мне, что можно заходить. Ну и требуше начинает ломать донжон на базе. Не это как укусы... Как укусы комара все эти стрелы. У меня мощные латы. Защищают тут стрел. Я обнаруживаю еще один донжон. Просто немерено донжонов. Обмазался донжонами. И единственное правильное решение сейчас уничтожить этот донжон. Зря вывел крестьян поселенцев из донжона соперник. Вот она. Харбор Гуда. Параллельно им нужно заказать запасные факелы. У меня хороший прирост по ресурсам. Сейчас посмотрим, сколько я получаю за каждую снесенную постройку. 100! 100 на 100. Это очень хорошо. Теперь я понял, как надо восстанавливать экономику за счет поджигания построек противника. И теперь можно подстраивать просто по нон-стопам конных копейщиков. Все, поджигаем все, что есть поджечь. Вот она, мощнейшая монгольская контратака. Я не обращаю внимание, что по мне там кто-то стреляет. Даже самострелы мне не брать. Вообще наплевать. Наплевать на весь этот урон. Он ни о чем. я параллельно себе просто набираю денег для того, чтобы с такой же восстановить лимит. Потому что вторую такую волну он не выдержит. Постраиваю еще воинов самострелами. Ну и я нацелился на вторую рыбу. Там соперник ставит пристань. Под донжоном конечно можно воевать, но я решил, что лучше я не буду. Теперь я принял решение повоевать с воинами самострелом. Еще одно стрельбище я заберу. И все. Соперник своими кстати крестьянами пошел в атаку на моей требуше. И просто моя стремительная контратака уничтожает все, что есть уничтожить. Вот это пот. Восстанавливается пристань у соперника. Ну и попытка. Хорошая попытка обращения. Я решил, что все, надо заканчивать. У меня параллельно. Ну посмотрите, что параллельно. Еще 20. Он с этим-то еле справился. Только половина лимита мне побил. Ну и тут еще 20 дотекания. Он заколебется это все ломает. Напоминаю, что нет у него донжона. Я подозвал копейщиков для того, чтобы достроить стягивают требуше. И это все. Вот такая мощнейшая игра. Активная, хорошая, но посмотрите, что творят монголы. Казалось, уже слоны султана разрушили все, что можно было разрушить. А нет. Отбились от делиских слонов и султанат нагнули. Вот такая игра. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующем видео.